43-я котельная, что в Доброполе и встречает гостей. Сотрудник пожарной охраны до старта в работе должен оценить все меры безопасности. Летом здесь сделали ремонт, меняли оборудование, устанавливали новые агрегаты. Самое время дать отмашку и ждать холодов. Но свое разрешение должны дать пожарные. По всей котельной установленной системы пожарной сигнализации. Весь мониторинг пожарной сигнализации уходит на пульт диспетчерской нашего предприятия. Диспетчерская служба круглосуточная, можем мониторить отдельно. То есть на удаленном доступе. В случае ЧП в полномочиях диспетчера и вызывать спецслужбы. На этот счет разработана специальная инструкция. Ведь в местах, где работают с огнем, всегда есть риски. И ежегодно перед запуском котельных меры безопасности проверяют специалисты в погонах. В графике десятки адресов. Ведь в целом в округе больше 50 котельных. В целях защиты жизни и здоровья граждан, а также в целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения, в том числе объектов теплоэнергетики, проводится операция «Отопительный сезон». На балансе 43-й котельной 40 домов. Столько же и у 52-й. И это не самые крупные кочегарки города. Но в каждой обязательно должен быть пожарный щит для оперативных мер, пульт, куда сходятся сигналы с датчиков, огнетушители и рукава с доступом воды. Кстати, в графике работы и регулярное учение – тушение огня. Раз в полгода у нас производится проверка самого водопровода. Это испытание на давление, длина струи. И также производится перекатка рукавов тоже в соответствии с утвержденным графиком. Проверку готовности и безопасности проводят и другие службы в котельных. А вот частный сектор остается в стороне. Там всю ответственность несут сами собственники. И, как правило, начинают топить без каких-либо проверок. А между тем, в этом году 15 пожаров в частных домах произошли по причине неисправности печей и дымоходов.